Мизе-мизе-меле, хмеле-меле, хакаво, 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 Запасайтесь водичкой, чтобы потом там паломничество возле кулера не совершалось, чтобы мы могли нормально пообщаться. Спасибо вас. Сегодня завершающий день нашего ретрита. Согласитесь, да? Очень быстро пролетело время. Очень быстро. И пост проходит тоже достаточно легко. У кого пост проходит легко? А у кого трудно? Хорошо. Ничего. Бывают иногда трудности, но Господь с нами. Господь с нами. И вы все молодцы. Вы все молодцы. Это правильно – отделять время для Бога в жизни верующего. Потому что вся жизнь верующего на самом деле, она должна быть посвящена Богу. Правильно? И вот такой выезд, он дает возможность действительно отделиться от всякой суеты, от всяких забот, от всяких проблем. И… Спасибо. И максимально сосредоточиться на Всевышнем Боге. И мы продолжаем разговор на начатую вчера тему. Вчера мы говорили… Кто из вас вспомнит? О чем мы вчера говорили? О стратегии. А еще до этого? О видении. А до этого? Нет, а вот в утреннюю сессию. Пастор Эдвин. Нет, но еврейство – это было в первый день. Планирование. А в первый день мы говорили о еврействе с разных точек зрения. С точки зрения евреев и с точки зрения неевреев. Хорошо. И, соответственно, я надеюсь, что какая-то картинка, такая общая картинка того, что мы пытаемся рассказать, она формируется, уже становится понятнее. И, естественно, после того, как мы поговорили о видении, после того, как мы поговорили уже о стратегии, то есть как нужно достигать этого видения, как мы представляем это, хотелось бы поговорить о… Сегодня мы будем говорить о одном из очень и очень и очень важных аспектов. Да, вот как раз реализации этой стратегии в достижении видения. Мы будем сегодня говорить о наставничестве. О наставничестве. Кто-то из вас может подумать, ну вот, знакомая тема набила уже оскомину. А для кого-то из вас, может быть, это сегодня в первый раз. Но вы знаете, это одна из основополагающих тем в жизни верующего человека. Мы все должны не просто четко понять, что это такое, но принять это и проявлять в своей жизни. Все очень просто. Все очень просто. Возвращаясь, к примеру, с семейными отношениями. Семья, где есть дети, родители проявляют определенное наставничество. Да? И это нормально, это правильно. Но тоже касается и духовной семьи. Но прежде я хотел бы так сказать или сформулировать одну проблему. Кому из вас знакомо такое выражение? В большой толпе легче затеряться. Знакомо выражение. А что оно означает? Может быть, кто-то хотел бы прокомментировать. Не надо отвечать за что-то. А еще? Ну, в прямом смысле слова можно использовать. В толпе трудно сфокусироваться на одном человеке. То есть такая масса только, да? Такая масса безликая. А еще, может, какие-то идеи есть? Не выделяться. Не выделяться. Затеряться. Да. А как вы думаете, применимо ли это выражение, может ли это выражение применяться к ситуации жизни того или иного собрания, церкви, общины? А каким образом? Просто затеряться. Да, да, да. Вот не единственное. Мне вчера совершенно шикарную ситуацию рассказали. Ну, конечно, Одесса, она по-прежнему остается Одессой. Совершенно замечательная такая вот придумка. На улице, где-то в парке, на дорожке стоит шляпа, перевернутая для денег. Рядом стоят туфли и надпись. Подайте невидимки на восстановление тела. Нормально, да, вообще? То есть где этот невидимка, неизвестно. Я, кто где-то, он сидит. Но сама идея, понимаете, это же додуматься надо было до такого. Но вы знаете, что интересно? Когда я размышлял над этой темой наставничества и вспомнил вот этот рассказ, как-то так вот оно уложилось у меня в месте. Что бывает так, что в собрании вот есть такие невидимки, невидимки, которые, бывает, ходят с такой шляпой для духовных сборов, а иногда и для материальных сборов, для восстановления невидимого тела. Но при этом все равно остаются невидимками. И в большой толпе действительно легче затеряться. Иногда можно выходить во свет. Ну, для чего можно выходить во свет? Например, чтобы получить какой-то совет. Или попросить, чтобы за тебя помолились. В общем, позаботились о тебе определенным образом. И потом сразу обратно в толпу. Есть проблема в немалом количестве собраний. Знаете, такой принцип парето 80-20. 80% работы обычно тянет 20% людей. И эти же 20% там большинство сборов обеспечивают и так далее, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, на самом деле очень часто даже этот принцип нарушается. Очень часто это соотношение 90-10. Да, 10% что-то делают, работают, реализуют какие-то действия, молятся, несут служения. Есть люди, которые по 4-5 служений несут. И так далее, и так далее. А 90% вот, ну, невидимки. Невидимки. Такая толпа невидимок. Для чего я сейчас это говорю? Это не упрек. Это не претензия. Это констатация очень печального факта. Того, что есть. Это такая, знаете, мерзкая модель, которая внедряется иногда в собрание верующих. И при этом, вы знаете, что бывает? Вот эти самые 90% людей еще, бывает, жалуются на то, что очень много времени тратится на служение. Нужно на 2 часа прийти на общее служение, и на 2 часа прийти на домашнюю группу. Это целых 4 часа в неделю. И вот как бы очень трудно оторвать от своего времени эти 4 часа. И тогда возникает вопрос, а в чем, собственно, заключаются твои отношения с Богом, если они построены по этой модели? Быть верующим, и Писание учит нас этому, быть верующим – это служить другим. Это образ жизни, служение другим людям. И если мы только на минутку предположим, представим, что из 2 миллиардов христиан в этом мире только 10% реально служат другим, движутся действительно за Богом, то из 2 миллиардов… Сколько это 10% будет? 200 миллионов. 200 миллионов человек верующих. Это мало. Это неправильная статистика. Но с другой стороны, нам не нужна и какая-то липовая статистика. Правда? То есть какие-то вещи, если мы видим какую-то проблему, с ней надо что-то делать. Если мы уже увидели эту проблему, с ней надо что-то делать. И когда в общине развиваются домашние группы или в собрании, в церкви развиваются домашние группы и активно им уделяется внимание, это не просто один из видов служения, а это основание, на котором стоит община, то ситуация, вы знаете, интересным образом может поменяться. Потому что в домашней группе толпы нет. И затеряться там намного сложнее. Разве что, если просто оставить свои тапочки. Ну, где-то там и шляпу. Действительно, затеряться сложно. И здесь есть возможность для каждого, для каждого человека применять свои таланты, применять свои дары, применять свои возможности для служения, входить в служение другим людям. И это может быть очень по-разному. Невероятными, какими-то различными образами можно это осуществлять. Многообразными образами. И есть еще один момент, о котором бы я хотел сказать, прежде чем вот непосредственно уже наставничестве начну говорить. К большому сожалению, иногда верующие люди считают, что не могут применять дары, которые дает Святой Дух, до тех пор, пока Святой Дух не коснется, каким-то особенным образом. Вот как-то вот так, совершенно как-то особенно, пока не коснется. Иногда человек может ждать недели, месяцы, годы, ожидая этого особого прикосновения и как бы сохраняя полученные дары. Но вы знаете, на самом деле это не так. В такой ситуации человек просто сам себя лишает возможности служить другим и развиваться, как верующему человеку, возрастать, как верующему человеку. Принцип очень простой. Начни двигаться, и дары начнут раскрываться и развиваться. Дух Святой, Он действует, когда мы движемся, когда мы не стоим на месте. Ну, может быть, не очень удачная аналогия, но попробую так привести ее. Вот здесь много машин стоит на стоянке, но вот пока двигатель не работает, бензин не тратится. Правда? Пока мы стоим на месте, нету развития, нету движения. И в Писании нам дается очень четкое повеление, такая очень конкретная модель, а как же и что же нам надо делать. Я хочу напомнить одно место, о котором мы вчера говорили. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Все мы в это место очень знакомы. Итак, идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Амин. То есть это знаменитейшее место, которое называется Великое Поручение. И здесь как раз говорится о том, что нам надо научать все народы и надо потом учить их соблюдать все, что Господь нам повелел. Вы знаете, задача духовного роста человека, ну ладно, я не буду говорить о каком-то конкретном человеке, давайте вот я про себя скажу. Вот задача духовного роста требует от меня принятия ответственности за кого-то другого. Это принцип основополагающий. Верующий человек принимает на себя ответственность за кого-то другого. И вы знаете, вот бывает такая ситуация, что, ну предположим, мне надо что-то изучить, какую-то тему, какой-то вопрос, для того, чтобы разобраться в нем и потом кому-то рассказать, потом передать его другим людям. Кому из вас знакома такая ситуация? Вот сталкивались когда-нибудь с этим? Ну вот несколько человек сталкивались. Да, ты изучаешь какую-то тему, какой-то вопрос, разбираешься в этом, вникаешь в это, а потом тебе нужно кому-то это передать, рассказать, представить. Это очень хорошая возможность для того, чтобы самому развиваться. Ты сам выигрываешь от такой передачи. Когда ты передаешь другим, ты духовно возрастаешь. Потому что одно дело, когда ты где-то что-то услышал или где-то что-то прочитал, ну там, да, интересно, и все, и побежали дальше. Другое дело, когда ты знаешь, что тебе нужно рассказать другим людям, донести, объяснить, разобрать это все, и тогда ты по неволе начинаешь, или наоборот, по воле, с радостью, начинаешь это все вот, ну, для себя разбирать, раскладывать по полочкам и вникать во все. И в какой-то момент времени это становится твоим собственным знанием, которое может воплотиться в какой-то опыт. И, знаете, вот такая цепочка действий, я ее сейчас назову, такая, принятие от кого-то наставлений или уроков, это как бы первая часть действия, вторая часть действия, изучение их для себя, и третья часть действия, передача другим. Да, вот из трех ступеней, я сейчас повторю, из трех частей такое действие состоит. принятие от кого-то наставлений или уроков, второе, изучение этого для себя, изучение их для себя, и третий этап, это передача другим. Это точная библейская идея и модель ученичества. Вот такое трехступенчатое действие. Еще раз, принятие от кого-то наставлений или уроков. Второе, изучение их для себя. И третье, передача другим. То есть, будучи учеником, ты можешь сразу стать и учителем в определенных вещах, пускай в небольших. Но передавая дальше, есть возможность поднимать новых учеников, простите, учеников, а потом новых и новых. Это действующая модель. Модель, которая имеет возможность не угасать во времени, а продолжать действовать. И тут имеет, конечно, смысл разобраться еще с одним вопросом. К кому из вас знакомо понятие духовный рост? Ну, слышали, во всяком случае. Духовный рост. А вот скажите, пожалуйста, можно ли измерить духовный рост? Ну вот физический рост можно измерить. Ты подошел к какой-то линейке, отметился, отошел, посмотрел. О, я вырос или там в соответствии с возрастом уменьшился там на один сантиметр. Не мерою дается дух. Можно. Как можно? Хорошо. По количеству передачи знаний или умений. Кто-то говорит по плодам. Мера веры. Мера веры. Хорошо. Можно я задам вам вопрос. Вот как мы оцениваем степень взросления детей? Ну, своих детей физических, в семьях. Вот как мы оцениваем? По годам. Ну, по годам это, знаете, иногда люди и в 40 лет бывают на уровне, там, ну, 12-летнего ребенка. По поступкам. Да. Да. Вы знаете, вот зная, зная, где был ребенок, видя, где он находится в данный момент и предвидя, куда он должен прийти или в кого развиться, мы можем оценивать его рост. Правда? Его развитие. В духовном плане все точно так же. Понимая, откуда человек начал свое движение, придя к Богу, да, где он сейчас находится и куда он должен прийти и может прийти, и должен прийти, мы можем оценить определенный этап, да, определенный духовный возраст человека. Понятно, что духовный возраст это достаточно относительное понятие. Тут оно не привязано, скажем так, к возрасту или к годам пребывания, хождения в Боге. Иногда люди бывают младенцами там на протяжении многих лет, а иногда в течение там года-двух человек быстро очень поднимается по духовному, ну, в плане духовного роста. Но наблюдая за жизнью верующего человека, можно примерно определить, к какому духовному возрасту и каким достижениям он пришел. И еще один момент. Знаете, вот наблюдая за возрастанием человека, можно понять или оценить его зрелость. Ну вот зрелость в обычной жизни, зрелость человека, да, как можно оценить? Вот ребенок, там, я не знаю, юноша, потом вот взрослый человек, как можно оценить степень зрелости? По поступкам, по степенью ответственности, которую человек берет на себя, правда? Когда человек, например, женится или выходит замуж, он принимает на себя ответственность, или она принимает на себя ответственность? За что? За другого человека, за построение совместной жизни, за устроение общего дома. Рождаются дети. Появляется новая ответственность? За что? За детей. За то, как ты их будешь, ну, во-первых, там, кормить, обеспечивать и потом воспитывать. То есть степень ответственности растет. Так вот, в духовном плане зрелость, она определяется степенью посвящения человека. И я хочу сказать, что эта мера зрелости, она самая важная. Степень посвящения человека. Насколько человек посвящен служению, насколько человек посвящен Богу, и насколько человек принимает на себя ответственность. Ответственность – это не просто декларация. Все, я отвечаю за это. И ничего. Ответственность – это не просто принятие решения, но и дальнейшая реализация этого. И по, или наблюдая за тем, как человек входит в ответственность, реализует это, принимает на себя эту ответственность, можно оценить его зрелость, степень его зрелости. Если человек каждый раз съезжает, вот, отовсюду, откуда только можно, или там, ну, уже там, вот, ну, как же вы меня достали, ладно, сделаю я вот это вот, сделаю, но все, больше ничего. Ну, есть еще куда расти. И в соответствии с тем, вот как мы видим, или можем понять степень зрелости человека, степень возрастания человека, мы можем определить примерный духовный возраст. Все мы находимся в разных точках духовной зрелости, в различных. И вы знаете, это хорошо. Может быть, кто-то думает, ну, что, я еще вот духовный ребенок, или я вот там духовный юноша, а вот я хочу быть отцом. Но в физической жизни дети не могут быть отцами. Это ненормально. Правда? И точно так же в духовной жизни нужно пройти определенный период для того, чтобы достичь определенного возраста. И это прекрасная возможность, прекраснейшая возможность. Знаете, для чего? Для того, чтобы вот эта модель, о которой мы говорили, преемственности, она эффективно действовала на протяжении времени. Кто из вас запомнил, какие три этапа? Мы только что записали. Принятие от кого-то, изучение для себя и передача другому. Так вот, вот эта ситуация, когда все мы находимся в разных духовных возрастах, она прекрасно помогает или дает прекрасную возможность реализовывать эту модель. Давайте вспомним еще одно место, о котором мы тоже вчера говорили. 1 Иоанна, 2 глава, 12-13 стих. Ну, тоже известное место. 12-13. 1 Иоанна 2, 12-13. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. И здесь Павел очень конкретно просто говорит о разных духовных возрастах. Очень конкретно. И причем дает характеристику каждого возраста. И, знаете, я думаю, что наблюдая за тем, что происходит вокруг нас и то, что происходит в нашей жизни, можно многократно и многократно постигать мудрость Божью. Как все мудро устроено. Все замечательно предусмотрено Богом, чтобы была возможность роста и развития. Вот эта модель, о которой говорит Павел, она предполагает, что каждый человек, он нуждается в ком-то, кто мог бы помогать его духовному росту. Правда? Вот здесь ключевое слово нуждается. Каждый человек в этом нуждается. Вот есть ли здесь кто-то, кто не нуждается? Поднимите руку, пожалуйста. У кого нет нужды в помощи для духовного роста? А у кого есть? А кто воздержался? Каждый человек нуждается в том, чтобы кто-то ему помогал возрастать. И вы знаете, что интересно? Что это залог того, что все мы можем вырасти. Это залог того, что все мы можем вырасти. И это же является залогом успеха, эффективности модели. Модель будет действовать в каждом новом последующем поколении. И когда ты сам прошел через это, когда ты сам знаешь все нюансы, все тонкости, все возможности, тебе уже легко научить того, кто идет за тобой. Правда? Потому что это стало твоим умением и твоим опытом. Ну, например, вот обращусь к сестрам. Скажите, пожалуйста, ваши мамы когда-нибудь учили вас, скажем, варить борщ, например, к вопросу о посте? Учили. А каким образом это происходило? Кому-то писали списочек, что зачем бросать, а кого-то ставили рядом с собой, а потом кому-то поручали что-то там почистить, помыть, нарезать и бросить в кастрюльку через определенные периоды времени. И так раз, и второй, и третий. Потом иногда девочка попыталась сама сварить борщ, получился компот. Но тоже вкусно. но попробовала еще раз, а потом еще раз, и потом получился замечательный борщ. И мама сказала, да, да, доча, я умываю руки, теперь борщи будешь варить ты. Наконец-то, да. Но модель передана, и теперь в какой бы ситуации, где бы эта доча не оказалась, далеко от мамы, она всегда сможет применить это умение и передать дальше. И в духовной жизни точно так же. И в духовной жизни точно так же. И домашняя группа, это по сути своей, ну, как бы структура, которая должна повторять семейные отношения. Не во всех, конечно, нюансах и аспектах, но именно вот отношения к друг другу, отношения приятия, любви, взаимопонимания, заботы, защиты, это все присутствует в домашней группе. Или, во всяком случае, должно присутствовать. И есть разные, разные люди, разные духовные возрасты. Ну, вот есть, например, дети. Все начинается с чего? Или с кого? С младенцев, правда? Цепочка начинается всегда с младенцев. Кто такие младенцы в духовном плане? Это новообращенные люди. Они только-только пришли к Богу. Только-только покаялись. Они еще ничего толком не знают, ничего не понимают, ничего не умеют. Обычный младенец человеческий, он много умеет делать? Много. Он может кричать, он может кушать и может писать. Ну и так далее. А спать еще может. Да, человеческий младенец, он не приспособлен сразу к самостоятельной жизни. Он требует определенного периода заботы, внимания. И в домашней группе точно так же. Новообращенный человек, знаете, он не понимает сразу истины какие-то глубокие, которые раскрывает Писание. Ему трудно читать Библию. Ему трудно рассуждать на какие-то темы. Он пока только-только делает первые шаги. Вот эти моменты переживания, построения отношений с Богом. И задача наша в домашней группе как раз в том и состоит, чтобы помогать и всячески опекать этого человека. И вы знаете, тут очень хорошо. Те, кто прошел уже на несколько шагов вперед, уже могут это делать. Не надо думать, что вот только духовный отец может заботиться о младенцах. Ничего подобного. Те, у кого есть большие семьи, вчера мы об этом тоже говорили, знают, что дети, подрастая, начинают заботиться друг о друге. Ну, если там нормальные отношения, конечно, в этих семьях. Старшие дети заботятся о младшем. Иногда это принимают специфические какие-то формы, но это есть. И вы знаете, это очень такая, очень еврейская идея и проявление. Я вам приведу пример. Опять же, с еврейской школой. Когда вот моя старшая дочка пошла в эту школу 12 лет назад, знаете, первое вот ощущение, которое я, когда переступил порог школы, вот первое мое переживание. Я пришел домой. Здесь семья. Вот первое переживание мое было, когда переступил порог школы. И потом уже, когда вот она училась, например, в первом, во втором классе, я наблюдал, ну, как бы, находил подтверждение этому переживанию. Практически все дети в школе знали друг друга по именам, независимо от класса. И когда там, ну, первоклассник или второклассник подбегает к десятикласснику и кричит там, ну, там, Мойша, привет! Да? Как дела? Как жизнь? А этот ему совершенно нормально, спокойно отвечает без какого-то, знаешь, высокомерия или там типа, ты что, малявка? Что ты себе позволяешь? Нет! Все совершенно нормально. Привет! Хорошо! Как у тебя? Что делаешь? Там завязывается разговор. В автобусе, там у них школьные автобусы были, и, ну, на каждой остановке, где остановился, подсаживались дети. Старшие брали рюкзаки, тяжелые рюкзаки у первоклассников, держали в руках, вставали, уступали место младшим, чтобы они сели. И это было не наиграно. Это было не наиграно совершенно. Это было естественно. Честно говоря, я поначалу даже не мог поверить. Думаю, ну что происходит? Потому что тут учителя сидят, они так ведут? Нет. Это было естественное состояние. К сожалению, на сегодняшний день немножечко вот это стало меняться, не в лучшую сторону. Но вот эти отношения, вот нормальные семейные отношения, приятие другого человека и заботы о нем, они все равно сохраняются. Это естественная еврейская идея. И так всегда в еврейских семьях было. И вы знаете, конечно, у каждого конкретного младенца может и должен заботиться конкретный человек. У каждого ребенка есть папа и мама, правильно? Конкретный человек должен заботиться. И правильнее всего, если это будет делать человек, который привел этого новообращенного в домашнюю группу. Если ты послужил человеку, ты донес ему благую весть, он покаялся, то совершенно естественно, что ты будешь о нем проявлять заботу и внимание. Не будешь ждать, что кто-то теперь возьмет его на воспитание. Это все равно, что своего ребенка ну отдать на воспитание кому-то. Нет. Ты имеешь все возможности служить ему дальше, заботиться о нем и при этом будешь возрастать сам. Знаете, есть такой подход, есть такой еврейский взгляд на мир. Нет чужих детей. Нет чужих детей. Все дети, которые в поле нашего, скажем так, как не только зрение, но и действия, они все наши и они все требуют заботы. И вы знаете, что интересно? В Израиле дети не пропадают. В Израиле дети не пропадают. И в Израиле нет ни одного детского дома. Ни одного. Детям, да, бывает излишне разрешено все, но детей, если их оставляют, обязательно семьи, усыновляют, берут и воспитывают без различия между своими и приемными. И это совершенно нормально, это совершенно правильно, это совершенно естественно. Итак, младенцы. К детям можно отнести еще категорию, еще одну категорию людей. Это люди с нерешенными проблемами. Наверное, это нередко встречается в домашних группах, что есть люди с нерешенными проблемами. И есть две категории таких людей. Первая категория – это люди с временными проблемами. Это люди, находящиеся в каком-то кризисе. Ну, что может вызвать такой кризис? Например, смерть близкого человека или, ну, я не знаю, потеря работы или какая-то серьезная болезнь. Ну, разные какие-то вещи. Когда человек просто выходит из привычного состояния своего, ему трудно, у него есть проблема. И это не значит, что этот человек, ну, он полностью должен отделиться от всего. Этот человек точно так же может служить. Да, он не может в полноте в этом священническом служении пребывать. Ему надо помогать, его надо воспитывать, его нужно готовить. И, конечно, нужно желание этих людей для этого. Еще раз подчеркиваю, желание человека, чтобы ситуация поменялась. Иногда люди замыкаются в своих проблемах, закрываются в своей боли. Вот буквально вчера тут с одним братом и сестрой мы общались по поводу такой ситуации, когда человек, они мне рассказывали про одного человека, которому они послужили, когда человек на многие годы он замкнулся в своей боли от утраты сына. И он много делает, он продолжает что-то делать, служить, благотворительностью заниматься, но эта боль стала его идолом. Он ушел от Бога и стал поклоняться боли и смерти, в которой он пребывает. И такие вещи встречаются. И это нужно, нужно пресекать. Господь пришел для того, чтобы открыть темницы и выпустить узников на свободу. И поэтому, если есть какая-то проблема, в которой человек пребывает, есть возможность ему послужить, молиться о нем, разбирать эту проблему, чтобы он помогал в служении и через это вышел из своих проблем. Но иначе что может произойти? Если с этим человеком просто носиться, постоянно носиться вот с его этими вавками, то, ну, с его там вот этими болячками, да, то такой человек может просто превратиться, знаете, в такого капризного, избалованного ребенка, который будет постоянно требовать внимания, внимания, внимания. Вы что, не знаете, какая у меня боль? Вы что, не знаете, какая у меня проблема? Я не могу ничего делать. Почему вы не обращаете на меня внимания? У меня такая проблема. Это проблема проблем вообще. Ну, как в старом анекдоте. Сарочка, что ж ты не сказал, что тебе хуже всех? На самом деле, если человек входит в служение, начинает двигаться, начинает пребывать в молитве, и ему помогают в этом, то он достаточно быстро из этого выходит. Почему? Потому что Господь с нами. Потому что Господь поддерживает и поднимает. И нету ни одной проблемы, нету ни одной вот этой внутренней боли, от которой бы Господь не избавлял. Ни одной. И мы должны об этом помнить, когда мы служим людям. Но вы знаете, есть еще одна категория людей с так называемыми хроническими проблемами. То есть это как раз вот та стадия, в которую человек уже перешел, когда вот он носится со своей проблемой и делает из нее идола. И таких людей очень часто просто терпят. Терпят до тех пор, пока появится возможность, ну, куда-то их сплавить, передать кому-то другому. Ну, пускай теперь они вот с этим вот разбираются. Но это неправильно. Это неправильно. Такие люди не возрастают духовно. Такие люди не разбираются со своим характером. Живут в претензиях. И нету изменений в жизни. Ну, знаете, что я скажу по этому поводу? Детей не выбирают. И поэтому всем нам нужны настойчивость и терпение. для того, чтобы и такой человек, он действительно преодолел этот момент и действительно пошел дальше. И в домашней группе это делать просто. Потому что в домашней группе немного людей. И все могут послужить друг другу. Это просто. В толпе это делать непросто. В домашней группе просто. Но есть еще одна категория. Это юноши. Это те, кто уже возросли. Те, кто уже что-то делают. Те, кто достигают уже определенных результатов. Имеют определенный опыт. Но этого опыта пока недостаточно. Точно так же, как в физической жизни. Юноши, отроки, потом юноши. Это та категория людей, для которых необходимо приобретать опыт. Они выходят в новую жизнь. Переходят во взрослую жизнь. Им нужен опыт. Для того, чтобы нормально функционировать. Нормально жить. Большая проблема детей, например, вот в нашей стране. Я имею в виду в постсоветское пространство. В соседних странах. То, что дети не всегда, или скажем так, в целом круге вопросов бывают не самостоятельны. Почему? Ну, потому что папа с мамой опекают. Папа с мамой решают вопросы, проблемы. На Западе с некоторыми вопросами уже быстрее разобрались. Но там другой перегиб. Там ты вырос, под мягкое место, вперед по жизни. Приедешь через пять лет на два часа. Мы тебя порадуемся. Увидим, покушаем вместе, поедешь дальше. Да, если позвонишь заранее, чтобы я посмотрел в своем расписании, могу ли я тебя принять. То есть это другой перекос. Но в духовной семье так не может быть. Детей надо учить по достижению определенного возраста новый и новый опыт набирать. И вы знаете, одна из черт незрелости, вот ребенка, например, вот какая черта ребенка вы бы вот назвали бы такую характерную? Беспечность, а еще? Что-что? Зависимость, а еще? Непослушание. Ладно. Детки, кому из вас знакомо такое слово нетерпение? Вот я хочу это прямо сейчас. Вот прямо сейчас я хочу. Ну, в крайнем случае, через 10 минут. Но сейчас. Да. Когда дети хотят чего-нибудь, они не способны ждать, как правило. И их очень удивляет, когда ждать приходится. И это совершенно непонятно. Они все хотят сейчас же. Да. И вы знаете, вот духовным юношам лучше поначалу давать какое-то служение, где можно достаточно быстро достигнуть результата, чтобы они увидели этот результат. Духовные дети и юноши, они не могут ждать, ну, вот ждать, да какое годами там, месяцами, неделями даже, это трудно. Вот часами еще можно. Вы знаете, духовные юноши, они могут начать общаться, например, с людьми, которые открыты к Евангелию, которые хотели бы, чтобы им говорили о Боге, хотели бы восстановить отношения с Богом, хотели бы, чтобы их посещали. Таких людей немало на самом деле среди тех, с кем мы общаемся. Правда? И вот духовные юноши могут замечательно им служить. Просто никто этим людям особо никогда не уделял внимания, не объяснял им, как им восстановить отношения с Богом. Но если им начать служить, их начать посещать, начать о них заботиться, то такой человек достаточно быстро может прийти к Богу и затем в домашнюю группу. И юноше это даст очень хороший опыт. Какой? Во-первых, это будет опыт встреч с людьми, опыт коммуникации. И я знаю, что это большая проблема для многих молодых людей. Умение общаться. И скажу больше, это большая проблема для многих взрослых людей. Умение общаться и желание общаться с другими людьми. Ну, я не говорю о крайних там проявлениях, да, мизантропии, когда там все эти жалкие людишки, что я буду терять на них время. Нет. Ты вроде как бы и хорошо относишься к людям. Ты как бы и вот всей душой. Но открыть рот, сказать что-то, это вот большая проблема. Да? Знакомая ситуация? Ну, кому-то знакома. Так вот, на самом деле, в таком служении это можно преодолеть и получить хороший опыт общения. Когда ты приходишь к человеку, который уже открыт к общению, когда ты приходишь уделить ему внимание, посетить ему, это уже большая возможность приобрести этот опыт. Кроме того, здесь еще один опыт очень хороший приобретается. Разделение нужд этого человека. ты пришел к нему, пообщался, и вдруг ты заметил, что там, ну, не знаю, лампочка перегорела. И взял, крутил эту лампочку. Ты решил нужду человека, помог ему разобраться с этим. Ну, это как вариант. Или сходить в магазин, или, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, это еще хороший опыт в плане предложения войти в домашнюю группу. Вот если идти по улице, кому-то сказать, ребята, у нас такая классная домашняя группа есть, приходите. Просто вот человеку на улице. Как отреагирует большинство людей? Что такое? Куда меня затаскивают? Кстати, это очень традиционная такая еврейская, знаете, реакция. Когда человеку начинаешь, приглашаешь его куда-то, незнакомому, да, от евреев, куда меня затаскивают? Что это такое? Кто за этим стоит? Какие организации? И так далее, да? Да, кто это оплачивает? А когда ты общаешься с человеком на его территории, когда человек открыт к тебе, это гораздо проще пригласить его в домашнюю группу. Это прекрасный опыт служения. Подчеркиваю, мы продолжаем говорить о наставничестве, о формах реализации наставничества. Если кто-то для себя что-то записывает. Есть еще категория духовная, отцы. В мире, вы знаете, есть огромное количество людей, которые озабочены своими проблемами повседневными, своими заботами, и которых совершенно не интересует их духовная жизнь. Их совершенно не интересует вообще, есть ли Бог, и зачем он нужен. вообще ничего не хотят об этом слышать. Не хотят читать Писание, не хотят ничего, все, что связано с духовностью. Ах, оставьте меня, ну это вообще, не морочьте мне голову. Кто сталкивался с такими людьми? И в том числе среди нашего народа немалое количество таких людей. Но при этом, когда с человеком начинаешь так все-таки уже подробнее говорить, он говорит, да нет, да ты что, я ж хожу в синагогу. На емкий пур я обязательно хожу в синагогу. Один раз в год. А я говорю, ну как-то вот я так общался с одним таким, знаете, нет, ну он не просто светский, он такой был из авторитетов, да, такой из преступных авторитетов, еврей. И как-то мы, ну там не просто чисто пацан, там очень конкретный пацан был. И он, значит, и как-то мы с ним так вот разговорились о Боге, о том, он говорит, ну вот я хожу на емкий пур, там во что? Я говорю, подожди, а зачем ты туда ходишь в синагогу на емкий пур один раз в год? Он говорит, как зачем? Равин за меня помолится, списывает все мои грехи, и все, я пошел. Я говорю, то есть весь следующий год ты продолжаешь жить так, как живешь? Он говорит, конечно. А через год я опять приду, опять мне все спишут и все по новой. Ну, естественно, отстегнул, понятно. То есть в зависимости от количества отстегнутого, там степень списания усиливается. Я говорю, подожди, а в чем смысл тогда? То есть тебя на самом деле беспокоит твое будущее или беспокоит, что может быть какое-то наказание за то, что ты делаешь в течение года. Ну, ты вот, как ты вообще смотришь на это? Ты считаешь, это нормально? Может, все-таки имеет смысл с Богом как-то начать разбираться, строить отношения? Он говорит, так а зачем? Есть травина, это его проблемы, пусть у него голова пухнет. Какие у меня будут отношения с Богом? Это его работа, я ему за это плачу. Вот это мнение, понимаете? И таких людей немало. И для установления отношений сначала с такими людьми, потом благовестия таким людям, потом приведения их к Богу требуется много сил и много терпения и много времени. Но это возможно. Это возможно. Но тут уже нужна определенная зрелость. Конечно, подобными вопросами должны заниматься отцы. Нам нужен развитый плод Духа в человеке. Кто из вас вспомнит вот эти составляющие плода Духа, вот эти дольки этого плода? Кто из вас вспомнит так, вот не заглядывая в Галатам 5, 21, 22, вот не заглядывая туда, да, вот кто вспомнит? Так, любовь, мир, радость, долготерпение, кротость, еще раз, сострадание, нет, воздержание, да, вера, что? Сказали, милосердие, да, молодцы. Так вот, у человека должен быть развитый плод Духа, потому что если у человека недостаток вот внутри, в сердце любви и умение изливать эту любовь, ему трудно послужить кому-то. Если у тебя в сердце нету мира, достаточного этого пребывания в состоянии шалома, да, независимо от ситуации, тебе трудно бывает послужить человеку, который вообще ничего не хочет знать о Боге. Если у тебя нет долготерпения, то разговора хватит на 3 минуты. И ты там, что там с тобой разговаривать? Давайте следующего. Но так не получается. Это неправильно. Вот нужно терпение и вера, и время, и усилие. И, конечно же, внутри домашней группы отцы, они могут и должны проявлять заботу о детях и юношах. И учить их всему практически, учить на собственном опыте. А как можно учить на собственном опыте? В каких-то ситуациях сели, вместе разобрали, да, вслух. В каких-то ситуациях взял за руку, пойдем со мной. И я тебе покажу, как это будет нужно делать. кто из вас вот когда-нибудь в своей жизни ходил на базар, например? Половина не ходили, а куда вы ходите? А вы на рынок, извините. Половина ходит на базар, а половина на рынок. Ой, простите, пожалуйста. Ну, кое-кто даже ходит на привоз иногда. Не-не-не, мы про них говорить не будем. Меня интересует в данном случае, потому что там внутри в них говорить довольно сложно с продавцами. А вот на рынке, на базаре это как-то легче. Я очень люблю ходить на рынок и очень люблю общаться с продавцами. И, ну, иногда бывает, когда у меня нет времени, я, конечно, покупаю быстро, что нужно купить. А когда есть время, вот я хожу и вот общаюсь с ними, там что-то спрашиваю и всегда торгуюсь. Да. Мне это доставляет удовольствие. Знаешь, дает возможность быть в тонусе. И о информе, да. И, знаете, так это иногда вот продавцу говоришь, ну, какая у вас сегодня праздничная скидка? И выражение лица человека начинает быстро прокручивать, какой сегодня праздник? Так, так, так. Там 1 мая, там 1 января, Пасха, еще что-то. Вроде не оно. Так, а какой же праздник? Какой-то святой, что ли? Нет, а какой же праздник? А какой праздник, он спрашивает. Как какой праздник? Сегодня у вас покупатель, я к вам пришел покупать, давайте скидку. Нормальные продавцы, конечно, улыбаются, скидку дают. Некоторые начинают говорить, да шо это праздник? У меня тут таких, как ты, каждый день. Говорю, но не все же просят праздничную скидку. И на самом деле, ну, это всегда очень приятно. Даже когда ты получаешь 50 бань скидку, это все равно приятно, потому что ты прошел 10 человек, это уже 5 лень. Ну, так а шо же. А кто из вас при этом вводит с собой детей на базар? За что? Дети говорят, за что? На самом деле, нет, на самом деле, это очень хорошая практика. И детей надо брать с собой на базар. Например, это как пример просто. Нужно брать с собой, и пусть они ходят вместе с вами, учатся выбирать там овощи, фрукты, мясо, то, сё, пятое, десятое, да? И учатся общаться с людьми, учатся торговаться. Это нормально, это правильно, это приятно, это создает эмоции. Ну, и кое-что сохраняет в кармане. И это колорит, несомненно колорит. Особенно мне нравится, когда мне человек начинает говорить, ну, я же здесь не хозяин, я работаю на хозяина, я просто наемный сотрудник, у меня, я ничего не могу дать скидку. Я сам тут получаю 10 копеек. Я говорю, да ладно рассказывать, 10 копеек. За 10 копеек никто бы здесь не стоял. И вот спустя какое-то время ты понимаешь, что если ребенок, он уже этому научился, он может уже сам пойти на базар и что-то купить, и сделает правильный выбор. Он купит правильные продукты. Свежее мясо, немятые, непорченные фрукты или овощи. И принесет домой. И при этом, еще может быть, даже что-то сэкономит. А потом окажется в ситуации, когда он станет постарше, или там с друзьями соберется на шашлык, и он не скажет, папа, пойди мне выбери мясо, пожалуйста, я не знаю, какое. Он скажет, ребята, да вы что, я же тут самый крупный специалист по мясу, не вопрос, я все подготовлю. И все друзья так, вау, да, ну это круто. Это, это, это практический опыт. И в духовном плане это точно так же делается. Ты взял человека за собой и повел. На общение с другим человеком, на посещение, туда, туда, туда. Поехал в больницу, чтобы помолиться за больного. И духовный ребенок или духовный юноша, он видит это, он впитывает это, он понимает это. Вы знаете, как-то была ситуация, ну, некоторое время назад, один наш замечательный служитель, тогда еще был, ну, вот, в таком, в детском состоянии еще, духовный, духовный возраст детский. И так получилось, что попросили меня поехать помолиться за одну сестру. Он меня повез туда. Это в пригороде было. И он еще многого не знал, многого не видел, не понимал. Мы приехали туда, сестра, эта женщина была, вернее, меня попросила одна сестра из другого собрания, из баптистского, поехать помолиться за одну женщину, да, она хотела покаяться, примириться с Богом и хотела совершить твилу, водное погружение, вступить в завет с Богом. И мы приехали туда, эта женщина, она умирала, у нее был рак, и вариантов никаких уже не было. И я помолился за нее, мы с ней произнесли молитву покаяния, я потом молился за нее, помазал ее, мы сделали водное погружение, вот прямо там в постели, как она лежала, ее даже поднять с постели нельзя было. И вот было видно, как преобразилось ее лицо, было видно, как поменялось ее внутреннее состояние. И было невероятно сильное присутствие Святого Духа, невероятно сильное. И вот этот наш служитель, тогда еще духовный ребенок, практически младенец, он пережил это присутствие Святого Духа. Я не уверен, в первый раз ли это было, но очень сильно он говорит, что здесь так, такое Божье присутствие, такое невероятное Божье присутствие, пережил в своем сердце. И когда мы вышли оттуда, он сам был так впечатлен, так вот просто преображен весь. Эта женщина умерла буквально через 20 минут после нашего ухода. То есть, а до этого там несколько дней мы не могли там по каким-то причинам приехать, и вот она ждала несколько дней. И наступил момент, Господь удержал, придержал ее, да, в этом состоянии, она примирилась с Богом и ушла к Нему. И это был очень серьезный духовный опыт. Очень серьезный духовный опыт для нашего служителя, который в том числе дал возможность принять дальнейшие решения и шаги. И сейчас это не просто служитель, там целая семья, слава Богу за них. И они в общине, и они служат. сняйтесь, встаньте ручками, ножками, там, прочими местами, покрутите, пошевелите, так, чтобы кровь побежала быстрее. И, вы знаете, еще один очень важный, очень важный момент, очень важный фактор, который мы должны учитывать, развивая наставничество в домашних группах, развивая это служение, это время. Фактор времени. Кто из вас считает, что времени может ни на что не хватать? Вот такая загрузка, что времени ни на что не хватает? А его просто не хватает. Не считаешь, но его просто не хватает. Ну, вот потому что не считаешь, поэтому не хватает. Надо считать время, да? Знаете, как это, кто, знаете, такая сказка есть, «Алиса в стране чудес». Совершенно замечательная сказка, Льюиса Карлова, да. И там был такой диалог у Алисы. Говорит, ну, я убиваю время обычно. Говорит, как? Ты что? Время нельзя убивать. Иначе оно на тебя обидится, и будут большие проблемы. Это, конечно, такой вот был шуточный диалог, но на самом деле в жизни многих людей бывает, что вот они постоянно жалуются на нехватку времени, нехватку времени, нехватку времени. Я так загружен. У меня столько дел. Мне надо решить столько проблем. У меня куча работы. Вы что, не понимаете? И мне на работу не хватает времени. И на семью мне не хватает времени. И на служение мне не хватает времени. И на себя самого мне времени не хватает. И иногда я даже дышать забываю. Потому что нет времени. Но вы знаете, это ненормально. Знаете почему? Почему? Потому что время – это категория, которую создал Господь, и она принадлежит этому миру, и, соответственно, она принадлежит Господу. И если ты подчиняешь всю свою жизнь Господу, то времени хватит на все, потому что Господь контролировать будет твое время. Служение – это не форма времяпрепровождения. В жизни у людей есть разные формы времяпрепровождения. Люди работают, люди ездят на отдых, ходят в кино, покупают себе вещи, читают книги. Служение – это все формы времяпрепровождения. Но служение – это не форма времяпрепровождения, это образ жизни. Это образ жизни, это то, в чем ты пребываешь постоянно, если ты посвятил свою жизнь Богу. И, соответственно, это проявляется в наставничестве, вот по той формуле, которую мы с вами разбирали вначале. И, входя в эту модель наставничества, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что будет происходить. Всегда надо быть готовым, что тебе придется кого-то наставлять. И нужно быть готовым, что тебя будут наставлять. Но вы знаете, будут не только наставлять, будут еще и спрашивать. Будут спрашивать, будут задавать неудобные вопросы, если это правильные отношения наставничества. И это правильно. Своим детям бывают времена, когда мы задаем очень неудобные вопросы. И это нормально. Это нужно для корректировки, для того, чтобы все происходило правильно. Задавать неудобные вопросы – это не манипуляция. Это делается с целью исправления. А вы знаете, иногда нужно и пошлепать. Вчера мы некоторые места из Писания читали на этот счет. В притчах еще много чего можно найти насчет розги и исправления пути сына, пока есть возможность. В духовном плане точно так же. Иногда нужно серьезное увещевание. Опять же, не с целью вознестись над человеком, не с целью как-то им манипулировать, но с целью, чтобы вырос здоровый служитель, здравомыслящий, правильно мыслящий. И вы знаете, наставничество, вот эти отношения наставничества – это очень высокая степень доверия и ответственности. Потому что если вот в такой паре, ученик-учитель, наставник и опекаемый, если не будет доверия, то ничего не получится. И если не будет ответственности, то ничего не получится. И, конечно же, очень важно, чтобы мы были готовы к тому, чтобы послужить. Пожарные всегда готовы выехать на пожар, правда? Они всегда к этому готовы. И, соответственно, я хочу задать вопрос каждому из вас. А готов ли ты, заботясь о ком-то, в любой момент времени, в любой момент суток отозваться на нужду человека? Готов ли ты? Вот задайте себе этот вопрос. Но сразу обращаю внимание, здесь не должно быть ложных вызовов. Знаете, как иногда пожарным делают ложные вызовы, машина выезжает куда-то, а там это просто детки развлекались или взрослые развлекались, а в это время кто-то где-то сгорел. Точно так же и здесь, в отношениях наставничества, не должно быть ложных вызовов. Не нужно по поводу каждой своей там вот вавки или каждого переживания сразу звонить. Так, мне срочная помощь нужна, быстро приезжай ко мне в 3 часа ночи, как хочешь, или там начинай молиться. Может быть, все решается гораздо проще. Поэтому вот этот вопрос, он очень важный. Не должно быть ложных вызовов. И вы знаете, принцип наставничества, он тоже показан нам в Писании. Опять же, место, которое мы вчера упоминали, 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И, наверное, Павел не очень часто, а может быть, вообще никогда, он не наставлял один на один. То есть, вот так вот, только face to face и больше никого. Он, то есть, многие люди присутствовали, когда он наставлял Тимофея, когда он учил Тимофея. Здесь сказано, при многих свидетелях. Почему это важно? Чтобы люди имели возможность наблюдать за тем, как вы развиваете других. Как вы служите другому человеку. И люди рядом будут за этим наблюдать. Они будут наблюдать за вами и потом применять это и в своем труде. И очень важный момент, о котором здесь говорится, это верные люди. Передай верным людям. Верность – это один из важнейших факторов для становления служителя и развития служения. Верность. И надо передавать, конечно, методы наставления и воспитания других. Смотрите, Павел был очень внимательным учителем по отношению к Тимофею. И Тимофею необходимо было научиться вниманию к тем, кого он учит. Почему? Он должен был быть уверен в том, что способ воспитания, этот же способ, он будет воспроизведен в третьем поколении, в четвертом, в пятом и так далее. Модель, успешная модель, она может продолжать развиваться во времени. И вы знаете, заботе о людях невозможно научиться теоретически. Мы можем много говорить, проводить семинары, проводить занятия, читать книги. Но теоретически невозможно научиться заботе о людях. Это должна быть практика. И она перенимается на личном опыте. Кто из вас помнит о таком библейском известнейшем персонаже, как Моше? А кто был его учеником? Егошу Абинун. Он везде был с Моше, везде пребывал при нем. И учился, и потом наступил момент, когда Моше отошел к Всевышнему, и Егошу Абинун занял его место, был поставлен Богом. Еще один персонаж, пророк Илья. У него была пророческая школа, да, там целая, там ученики, ну, как бы там были ученики, да, пророческие. Но у него был один ученик, который ходил с ним, и который в конечном итоге занял его место. И звали его Елисей. И у Ишуа были ученики, многочисленные ученики, но была группа особо отделенная, которая все время пребывала с ним. И постоянно слушали его, видели его в каждый момент жизни, вместе с ним ели, вместе рядом с ним спали. И учились у него. И это очень хороший, хороший пример того, как строить эти отношения в наставничестве. И знаете, можно выделить несколько таких пунктов, которые вот, ну, я назвал база для наставничества. База для того, чтобы развивалось наставничество. Если вас интересует, я прочитаю, вы можете записать. Если не интересует, я все равно прочитаю, и все равно можете записать. Первое, это то, что обучаемый или ученик, он полагается на обучающего, на своего наставника. Обучаемый полагается на обучающего. И второе, это в основе всех их взаимоотношений лежит такое, знаете, внутреннее содружество обоих. Внутреннее содружество. И его практические последствия. И его практические последствия. В основе всех их взаимоотношений лежит внутреннее содружество обоих и его практические последствия. И третье, это третий пункт, который вот я хотел бы, на котором акцентировать внимание. Эти отношения, они не являются лишь внешней связью. Лишь таким формальным каким-то моментом. Они устанавливаются для приобретения знаний и навыков под руководством опытного человека. Для приобретения знаний и навыков под руководством опытного человека. И, наконец, еще один момент. Эти отношения, они основаны на содружестве, которое возникает в результате равных усилий, прилагаемых всеми участниками. Равные усилия сторон. Как со стороны наставника, так и со стороны обучаемого. Ну, кто-то может сказать, все классно, все хорошо, это замечательные базовые основания. А как же вот, ну, как же вот практически, вот можно вот поконкретней как-то, кого-то интересует поконкретней как-то. Да, вот поконкретней, пожалуйста. Ну, давайте поконкретней, вот запишем и последний пункт в сегодняшней теме. Да, примерная схема воспитания. Можно третий повторить. Эти отношения, они не являются лишь внешней связью. Они устанавливаются для приобретения знаний или навыков под руководством опытного человека. И так, примерная схема воспитания. Я еще раз подчеркиваю, примерная схема воспитания. Просто для ориентира. Конечно, какие-то моменты можно, ну, корректировать. Первое. Ваш ученик наблюдает за вами в действии. Это как бы инструкция для тех, кто уже готов стать наставником или хочет уже стать наставником. Ваш ученик наблюдает за вами в действии. Второе. Вы объясняете, что вы делаете и почему. Вы объясняете, что вы делаете и почему. Третье. Вы наблюдаете, как ваш ученик делает то же самое. Вы наблюдаете, как ваш ученик делает то же самое. Четвертое. Вы беспристрастно объясняете сильные и слабые стороны его действий, которые вы заметили. Запишите этот пункт, я прокомментирую. Вы беспристрастно объясняете сильные и слабые стороны его действий, которые вы заметили. Здесь очень важно вот это слово беспристрастно. То есть не должно быть такого, знаете, эмоционального всплеска. Ну, что ты вот опять сделал не так? Ну, что ты вот такой, вот раз такой, никак у тебя не получается. Не должно быть такого. Беспристрастно. Вы разбираете просто рабочий момент. Никак не унижая человека, не задевая человека. Но если у человека есть хорошие достижения, то похвалить его, это никогда не вредно. И даже если эти достижения очень маленькие, все равно похвалить это будет не вредно. Но только не перехвалить. Пятый пункт. Вы обеспечиваете корректирующие действия для исправления недостатков. Вы обеспечиваете корректирующие действия для исправления недостатков. Шестой пункт. Вы передаете работу ученику. Ну, работа имеется в виду, вы понимаете, в том служении, какую-то часть, которую он уже самостоятельно может делать. Вы передаете работу ученику. Седьмой пункт. Осталось немного. Мы уже на финишной прямой. Седьмой пункт. Вы отстраняетесь. Вы отстраняетесь. Используя стратегию благотворного пренебрежения. Так и пишите. Я сейчас объясню, что это такое. Стратегию благотворного пренебрежения. То есть речь идет о том, что с каждым моментом времени вы все больше, доверяя работу ученику, вы все меньше присутствуете при этом. Сначала через раз, например, потом через два, потом через три. Понимаете, да? То есть постепенно вы как бы отходите в сторону, выпуская его на простор. Восьмой пункт. Вы внимательно наблюдаете, вы внимательно наблюдаете, как ваш ученик, как ваш ученик воспитывает нового ученика. Вы внимательно наблюдаете, как ваш ученик воспитывает нового ученика. И, наконец, девятый пункт, вы остаетесь близкими друзьями, вы остаетесь близкими друзьями, обращаясь с учеником, как с равным, обращаясь с учеником, как с равным Вот примерная схема воспитания ученика, правда, это несложно, осталось только сделать И хочу вам сказать, друзья, в заключении, что в назидании и служении друг другу, в домашних группах развиваются наши способности, каждого человека И происходит рост, наш духовный рост, и происходит физический рост тела Машеха А это создает большие перспективы Хорошо, друзья, спасибо, я передаю слово пастору Эдвину Что, вопрос? Вопросы? Ну, давайте вопросы Да А в чем вопрос, собственно? Что делать с ревностью? На более высокий уровень Так вот, как раз, если наставник все правильно сделал, вовремя отошел в сторону И наблюдает за этим, и есть вопрос обсуждения, они остаются друзьями и продолжают общаться друг с другом И обсуждать какие-то вопросы, и решать, но это замечательное достижение, когда ученик превосходит своего учителя Ну, естественно, мы вот сейчас, еще раз я подчеркиваю, вот то, о чем мы сейчас говорим Это речь идет о развитии вот этого наставничества в домашней группах, в рамках домашней группы А что касается ревности, я, честно говоря, не совсем понял, в чем, собственно, вопрос Ну, бывает такое, что наставник не хочет отпускать ученика Это серьезная проблема наставника Или если ученик ищет себе другого наставника, это, опять же, серьезная проблема наставника Если над этим надо думать, разбираться с этим и что-то делать Хорошо, друзья Хорошо, тогда все, я передаю микрофон Ребята, всего лишь 50 пунктов, так что я очень быстро Буквально несколько мыслей Ну, я сейчас по ходу дела еще допишу два, если кому-то мало 50 Буквально несколько мыслей Знаменитое место из Писания к Ефесянам, пятая глава, о чем же Симеон говорил Что Бог поставил апостол, пророков, евангелистов, пастырей, учителей Для чего? Для совершения У них есть конкретное, у этих ребят есть конкретная задача Задача служителей, которых ставит Бог в свою церковь, в общине У них есть конкретная задача Они совершают святых на дело служения для созидания тела Христова Весь фокус Бога направлен в этом направлении Святые должны совершаться, то есть достигать совершенства И начать работать над созиданием тела Поэтому не обижайтесь, если вы на определенном этапе Если у вас нету желания созидать тело, вы становитесь ненужными Богу Понимаете, да? Не думайте, что ваши лидеры, они такие, знаете, злые люди Что им только нужны рабочие, а люди им не нужны И правильно, Богу нужны люди, которые будут служить Ему Понимаете? Если вы хотите быть всегда в фокусе Божьего внимания Вы должны знать, что у Бога есть задача Потому что некоторые люди хотят быть в фокусе Но не хотят служить Такие люди, рано или поздно, они остаются за бортом И это вина не служителей, и даже вина не Бога Люди сами себя обрекают на такую участь И о чем уже говорили сегодня Есть духовные возраста И ни для кого из нас не секрет, что люди должны расти Дети должны становиться отриками Если это нормальные, растущие люди Отроки, то есть подростки, должны становиться юношами А юноши должны стать однажды отцами Или матерями То есть это естественный рост Понимаете, да? Если человек родился, стал ребенком То есть родился свыше Но он не становится отроком Он остается ребенком Это нарушение принципа Понимаете? Может быть он стал уже и отроком Может быть стал даже юношей То есть он уже знает слово Но он говорит так Юношей стал И на этом хочу остановиться Отцом не хочу становиться Или матерью не хочу становиться И вот эти четыре группы возрастов Как минимум три из них Это время, когда в тебя вкладывают Четвертый возраст Это когда ты уже отдаешь Берешь, берешь, берешь с целью потом стать отцом И начать вкладывать это в других Аминь? То есть и вы знаете В каждом из нас заложено Желание отцовства или материнства Правда, сестры? Братья, рано или... Ну, в детстве мы думаем И понимаем, что в нас заложено Богом желание становиться Отцами и матерями То есть вкладывать себя В кого-то Аминь? То есть в нас это есть И мы не должны Скажем Противиться этому То есть Бог хочет Чтобы мы вкладывались В других людей Но существует Бывает проблема Вот эти переходные возрасты Особенно, когда человек переходит На переход духовного возраста От юноши К отцу То есть от того, чтобы брать К тому, чтобы начать отдавать И тут люди говорят Я не готов на переход На этот духой уже Другой уже возраст Я еще не совсем готов Еще бы пару колледжей Библейских Еще пару семинарий Пару ретритов Вот тогда, может быть, я созрею То есть влейте в меня еще И есть у жителей Которые продолжают вливать Еще один колледж Еще одну там Библейскую школу Еще одно там Еще один энкаунтер Еще одно притирание Еще одно там Подмазание А он все равно не переходит И говорит Я еще не готов Вот еще Вчера уже собрался Потом в зеркале Вдруг увидел У меня здесь прыщик Ай Рэбэ Не могу я Не могу я идти К чему Или я Недавно обнаружил Что у меня Что-то там В носу И я уже не могу У меня У меня есть проблемы Я не могу Служить Вот отмазка Вот таких людей И у меня еще У самого Есть проблемы И я не могу Становиться Инструментом В руках Бога По решению Чьих-то проблем Вот когда Все мои Проблемы решатся Вот тогда Я буду Служить Богу По решению Чьих-то проблем У кого здесь Есть проблемы Знаете Если я Ну Мог бы поднять Еще все Две ноги Свои Вы знаете У меня меньше проблем Чем я пришел к Богу Но они у меня Еще есть Но если бы я Не начал служить Богу Через полгода Как я покаялся Я бы уже Наверное Правда Здесь не стоял Понимаете Бог Решает И формирует Нас в движении И приходит Время Когда ты Подошел В это время Твоего Духовного возраста Ты должен Переходить Допустим В Новом Завете Наша структура Она подразумевает Что человек Входит в служение В любом случае Никак он не может Не выйти в служение Если он попал В структуру церкви Которая Служит ему Как ребенку Служит ему Как отруку Потом служит ему Как юноше А потом Открывает для него Путь в отцовство Человек становится Служителем Примерно Через год Он подготовлен Он проходит Обучение Выявляется Его мотивация В соответствии С его мотивацией Ему открывают Двери в служение Если он молитвенник Он идет в молитвеннике Если он наставник Пастерским призванием Идет в наставники И учителя Идут к учителям Иванелисты И к евангелистам Что кстати Тоже немаловажно Потому что Если у человека Призвание допустим Пастора А его выталкивают В молитвеннике Он конечно скажет Я не готов Понимаете То есть очень важно Дать возможность Человеку Потому что На самом деле Наша задача Как служителей Не сделать С человека Кого-то Кто нам нужен А помочь Человеку Стать тем Кто он есть И помочь Ему раскрыть То призвание Которое Богом В него заложено То есть То кто он есть Потому что Если нам нужны Евангелисты Допустим А Саша Не евангелист Как бы я не пытался Говорю Саша Понимаешь Ну нам нужны Евангелисты Как ты не поймешь А Саша Говорит Да я Не готов Я еще Выйти И кричать На рынке В рупор И шу Наш мессия С бубном Я говорю Саша Ты короче Вообще Неверный Какой-то парень Понимаете Часто кстати Бывают причины Вот этого страха Это то Что человека Пытаются втолкнуть В то Чего нету У него внутри Конечно Человек будет бояться И он будет пятиться Но если мы понимаем Что Саша Он допустим Учитель Или пастырь И мы говорим Саня Пришло время И ты будешь Наставником В группе И Саша При этом говорит Ну я не готов Понимаешь Тогда Саша Точно начинает Козлить И очень важно На этом этапе Правильно На это отреагировать То есть Понять Почему И если он Просто Козлит А это Кстати Бывает К сожалению Нужно правильно Отреагировать На эту ситуацию Как на нее Отреагировать Правильно Когда-то Я читал Книгу Кого-то Типа Джонера Что-то такое Я был В какой-то Мере Ну скажем так Немного По-хорошему Шокирован Его заявлением Он сказал Что Ишуа Никогда Не служил Людям Я подумал Не понял Как это То есть Ишуа Никогда Не служил Людям Ученикам Ученики Не люди Да Он не служил Людям Знаете Кому служил Ишуа Он служил Богу Он никогда Не выполнял Волю Людей И он Сказал Я никогда Ничего не делаю Пока мне Этого Не скажет Отец Но отец Направлял Его На служение Людям Понимаете Но не от Людей К Богу А от Бога К людям Потому что Бывает Мы хотим Послужить Людям И начинаем Как бы Что-то делать Боже Ну помоги Ему Неправильно Бог Направляет Нас На служение Людям Но Бог Видит Не так Как мы И очень Часто Жалость Становится Подменой Божественного Сострадания И появляются Люди Которые Через чувство Жалости Начинают Высасывать Соки Из своих Лидеров Такие Люди Знаете Вот В этой же Книге Джонни Рассказал Есть люди Которые Они Как Паразиты Они Высасывают Соки Они первые На молитву Чтобы за них Молились Когда приезжают Какие-то там Помазанники Которые Не всегда Могут Правильно Вовремя Различить И говорят Кто хотел бы Там молиться Эти люди Если вы заметите Проблемные люди Которые Ничего не хотят Делать Им только нужно Еще Чего-то Внимание Они будут Первыми Они не уйдут Они будут Два часа Стоять И ждать Чтоб за них Помолился Но они Ничего не делают В общине Понимаете То есть Очень часто Незрелые Лидеры Они продолжают В таких людей Вкладываться Но у нас Есть 24 часа В сутках Если мы Служители Кому я Вложу В кого я Вложу Своё время Кому я Буду отдавать Своё сердце Понимаете И нужно Быть мудрыми И на приёмном Этапе Я перестаю Вкладывать себя В таких людей Если я Не вижу В их сердце Желание Служить Богу Это не значит Что мы Таких людей Отлучаем Или устраиваем Охоту на ведьм Клеймим Позором Ставим клеймо Нет Но мы понимаем Что на данном этапе Человек Не готов двигаться И к сожалению Такие люди Бывают есть И Хочу прочитать Вам Отрывочек Из произведения Одного известного автора Вчера я Вот Саша Шай ноги Читал Готовы послушать Ибо Слишком часто Я видел Жалость Которая Заблуждается Слишком часто Я видел Жалость Которая Заблуждается Кстати Между жалостью И состраданием Это два разных чувства Я отказываю В сочувствии Ранам Выставленным На показ Которые Трогают Сердобольных Женщин Отказываю Умирающим И мертвым И я знаю Почему Были времена В моей юности Когда я жалел Гноящихся Нищих Я нанимал им Целителей Покупал им Притирания И мази Караваны Возвезли Ко мне Золотой Бальзам Из далекого Острова Для заживления Их язв Но вдруг Я увидел Мои нищие Расковыривают Свои болячки Смачивают Их Навозной Жижей Так садовник Унаваживает Землю Выпрашивая У нее Багряный Цветок И я понял Смрад И зловоние Это сокровище Попрошаек Они гордились Друг перед другом Своими язвами Бохвалились Дневным Подаянием И тот Кому Доставалось Больше других Возвышался В собственных Глазах Как верховный Жрец Только Из тщеславия Приходили Мои нищие К моему Целителю Предвкушая Как поразит Его Обилие Их зловонных Язв Защищая Своё место Под солнцем Они трясли Изъязвленными Обрубками И попечения О себе Почитали Почестями О примочке Поклонением Но выздоровев Ощущая Себя Ненужными Ощущали Себя Ненужными И не питая С собой Болезнь Бесполезными И во что бы то ни стало Снова стремились Вернуть себе Свои язвы И вновь Сочаясь Гноем Самодовольные И никчемные Они выстраивались С плошками Вдоль Караванных Дорог Обирая Путников Во имя Своего Зловонного Бога То есть К сожалению Существуют Такие люди Которым Не нужно Исцеление И даже Если вы Поможете Им Залечить Свои раны Они снова Расковыривают Их И говорят Я не могу Служить Другим Я снова Нуждаюсь В служении Я нашел Новую Язвочку Я нашел Новую Ранку И когда Им служат Они Они считают Это как Поклонением Для них При парке Чувствуют Как поклонение К сожалению Это есть И нам нужно Иметь мудрость Как служителям Понимать В кого мы Вкладываемся И вот этот Принцип Наставничества Очень важен И будут люди В которых Нужно вкладываться Будут люди К сожалению Которым Просто нужно Время За которых Нужно молиться И ждать И вот Одна из Основных ошибок В послании К ефесянам Там говорится Что Бог Поставил нас К совершению Святых На дело Служения Святой Это прежде всего Какой Отделивший Себя Для Бога Проблема Когда мы Пытаемся Служить человеку Который Себя для Бога Не отделил А мы В него Вкладываем Весь Свой Ресурс Мы В него Пытаемся Что-то Впихнуть А он Не Святой И я Не могу За него Стать Святым Я Не могу Его Заставить Стать Святым Это Его Решение И его Ответственность Но если Он Принял Решение И отделил Себя Для Бога Для Бога И сказал Богу Вот Я Вот Тогда Ответственность На Мне Совершить Его Но Бывает Люди Очень Нестабильны Сегодня Он Святой Через Два Месяца Он Говорит Понимаешь Вот Закрутила Жизнь Вот Мы Тоже Должны Быть Мудрыми В этом Отношении И Автор Этого Отрывка Который Я Прочитал Он Сказал Что Он Отказывает Мертвым Или Умирающим На Войне Я Не Говорю Что Это Правильный Принцип Это Реально Ну Это Практический Принцип На Войне Когда Вы Находитесь В боевых Действиях И Вы Медик Вам Приносят Раненых Вы Должны Правильно Оценить Степень Ранений Если Человек Действительно Ранен Смертельно Таким Людям Оказывают Помощь Самым Последнюю Очередь Есть Тяжело Раненые Которые Уже В принципе Как бы Ты Им Не Помогал Они Уже Не Выживут И Вот Врач Он Должен Мудро Распределить Своё Время Чтобы Не Вложить Время В то Что Не Принесет Результат Поэтому Если К нему Перенесли Десяток Раненых Он Сразу Оценивает Степень Ранения И Распределяет Время Кто Должен Первым Кто Должен Быть Вторым А Кто Должен Быть Десятым Но К сожалению Вот Эти Смертельно Раненые Они Или Наоборот Легко Раненые Они Визжат Так Что Привлекают Себе Такое Внимание Что Их Проблема Настолько Серьезна Если Вы Допустим Наставники У вас Есть Пять Человек Визжать Будет Больше Всего Тот Кого Где-то Там Чуть Чуть Царапнула И Он Будет Привлекать Ваше Внимание И Заставлять Ему Служить Больше Чем Тому Кому Действительно Нужна Помощь Но Тот Просто Тихонько Сцепил Зубы И Молчит Понимаете Вы Должны Будете Мудро Оценить И Ну В нашей Структуре Мы Стараемся Чтобы У наставника Не было Больше Пяти Человек Тогда Ты Действительно Можешь Очень Правильно Оценивать Состояние Людей И Мудро Распределять Своё Служение Людям Потому Что Особенно На Период Наставничества Это Когда Человек Духовный Ребенок Он Нуждается В Особенном Внимании То Его Надо Буквально Носить На руках Как Ребенка У кого Дети Есть Вы Знаете Как Первое Допустим Три Месяца Какое Внимание Требует Ребенок Правда Первое Потом Полгода То есть Это Постоянно Ты Прикован К нему А если У вас Пятеро Детей И У вас Всего Лишь Час Времени Как Вам Распределить Кому Уделить Больше Внимания Так Ж И Вы Оцениваете И Бог Оценивает Совсем По Другому То есть Он Действительно Видит Сердца Людей Он Понимает Ситуацию Кому Нужно Больше Внимания Кому Меньше Нам Нужно Помогать Тем Кому Действительно Эта помощь Необходима И У кого Есть Перспектива Что Бог Будет Использовать Его В служении Надеюсь Это Не прозвучало Как То Бесчеловечно Я Вас Очень Люблю Спасибо За Внимание Субтитры Продолжение следует...